Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Сегодня мы с вами поговорим о нематодах. Почему эта тема стала актуальной? Потому что нематоды очень вредят сильно в южных районах. В южных регионах они приносят большой-большой вред. Ну и в наших северных широтах вред от этого червячка тоже немалый. Почему? Потому что нематоды, они повреждают очень много различных культур, спектр. Как декоративных, так и овощных, так и садовых. Они повреждают. В чем заключается вредоносность? Есть нематоды, которые живут в стеблях, стеблевая нематода. Есть корневые нематоды. Так вот, стеблевые передвигаются по растениям внутри стебля. И растение начинает угнетаться. Угнетаются растения, начинают желтеть, начинают листья крутиться, как вирусные. И в конце концов растение может погибнуть. Корневые, что делают? Корневые берут, не нравятся в корни. Не нравятся в корни, на корнях образуются вздутия, так называемые галлы. Эти вздутия называются галлы, такие маленькие шарики. И вот в этих шариках сидит море этих нематод. Эти нематоды, значит, корни причинам поражения нематодами начинают отмирать. Здесь начинают отмирать, корни загнивают, проникают инфекции, и растение также чувствует себя не очень хорошо, тоже может погибнуть. А по картофелю, они опять же, по картофелю делают вообще прекрасную работу, в кавычках. Почему в кавычках? Потому что они внедраются в растущий клубень, и клубень ковременной уборке просто-напросто трухлеет, и уже там мякоти нету, вся мякость сухшая. Это все от нематод. Так что такое нематоды? Правильно считается, что по научному термину, что нематоды – это круглые черви. Но это круглые черви микроскопических размеров. Их величина от 0,5 мм до 1,3 мм. То есть невооруженным глазом их мы почти не заметим. Единственное, вот если выкопать куст картофеля, например, заболевший такой, который, и можно увидеть на корнях как бы маковые зернышки. Вот эти маковые зернышки – это уже есть нематоды, которые вредят нашему картофелю. Вопрос – как распознать, что на вашем участке появились нематоды? Смотрите, вы высаживаете клубни картофеля, садили один год, клубни дали прекрасный урожай, садили луковицы тюльпанов, они прекрасно цвили, посадили на следующий год, и уже видите растения угнетенные, деформированные листья, такие искривные цветоносы. Многие думают, что это вирусы. Нет, вирусы так быстро не нападают. В первую очередь нападают нематоды. Нападают нематоды, начинают внедраться, питаться соками, луковицами, соками – это клубней картофеля, соками растений, растения начинают угнетаться. Ну, растения угнетаются, а поскольку нематода, это вроде бы червяк, но он имеет колюшко-сосущий аппарат, то есть сразу как иголочкой прокалывает и сосет соки. А сами нематоды являются переносчиком вирусов. И вот здесь уже нематода может передать вирус растениям. То есть вирусная природа здесь будет уже вторична. Что нематода? За счет того, что она поселилась на участке, она может жить в почве, она может передаваться с посадочным материалом. Значит, наша урожайность резко снижается, декоративность наших растений резко снижается. Поэтому с ними необходимо бороться. Как можно бороться с нематодами? Ну, первое, давайте разберемся по парадочку. Есть, конечно, секретные средства, расскажу в конце. Ну, а так от всех обычных средств, которые доступны, и вы можете использовать. Если у вас участок такой же картофеля, видно, что картофель желтеет, выпадают отдельные кусты, это явно, что нематоды. И знать нематоды с участка, где вы будете сжатый сижу от картофель, очень просто. Необходимо посеять озимую рожь или овес. Эти две культуры своими корневыми выделениями губят нематод. Кстати, таким же явлением губить нематод обладают и все бобовые растения. То есть, это и бобы, это и горох, это и люпин, это и соя. Любая из этих культур, даже фасоль, тоже губит нематоды. Любая из этих культур подойдет для очистки почвы от нематод. Поэтому сильно зараженные участки можете использовать эти культуры как седераты или выращивать целый сезон, чтобы уменьшить этих нематод. Но есть еще средства, конечно, которые химические. С химическими средствами что можно порекомендовать? Значит, очень эффективно нематоду в почве губят все удобрения аммиачной формы. К этим удобрениям аммиачной формы относится аммиачная селитра на шатырный спирт. На шатырный спирт оберется 40 мл на 10 л воды, аммиачные селитры 100 грамм на 10 л воды. Полив вот этим раствором, значит, очень губит нематод в почве. И, по крайней мере, если нематоды есть в почве, они активно начинают удираться, удираться от наших луковиц, от наших клубней, то есть мы сохраняем урожай. Но есть, конечно, и другие отпугивающие средства, и довольно доступные, и тоже губят нематод. Одно из этих средств растет у вас всюду. Оно есть в изобилии по канавам, по кустарникам. Это пижма. Это обыкновенная пижма, которая всем известна. Так вот, эта пижма, оказывается, обладает поистине удивительными свойствами. Даже зеленая, а высушенная уже тем более, пижма просто-напросто уничтожает нематод. Поэтому, если у вас есть нематоды, а необходимо срочно высаживать какие-то культуры, значит, мы берем пижму, если сухая, то просто поломаем, добавляем вместе с посадочной, ну, луночку посадочную вместе с луковицей или клубнями. Вот, если мокрая, то порежем это самое и ложим под наш клубень. Поверьте, что ни одна нематода не будет садиться на ваш клубень, не будет повреждать вас урожай. Кстати, растение интересно не только этим, что отгоняет нематод. Растение интересно тем, что если его пучки развесить возле теплицы, у нас белокрылка и паучиный клеш забудут дорогу в вашу теплицу. Они не будут ползти в вашу теплицу. Заготовить пижму просто-простого. Вы ее видели, вы просто не брошали на нее внимания. Она растет всюду. Не поленитесь. Во время цветения, когда есть такие вот желтые корзиночки, нарежьте травы, на следующий год она сыграет вам положительную роль. Неважно, будь то в борьбе с паучиным клешком, будь то с белокрылкой или с нематодой. Это растение заслуживает доступное в любых отношениях. Оно тем более растет в всей средней полосе, не только белоруссии, но и в всей средней полосе европейской. Поэтому возьмите этот способ на вооружение. Ну, а вам, чтобы на участке не было нематод, чтобы ваш урожай сохранялся, растения красиво цвели и плодоносили. Желаю успехов. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. До свидания.